Привет, друзья! Меня зовут Кузнецов Сергей, и это канал Опыт Чудака. И опять в преддверии нашествия я хочу сказать пару слов об этом фестивале. И сейчас щепительный вопрос. Деньги. Итак, смотрим до конца. Заставка пошла! Все, а тут маленькая кнопочка есть. Как хорошо иметь работящую жену. Весь дом построила мне. Я в гвозди только успеваю подавать. И так, сколько же денег нужно на фестивале? Не нужны ли они вообще? Казалось бы, купил дорогущий билет, приехал. Пожалуйста, наслаждайся, отдыхайся и прочее. Но, ребята, нашествие не все включено. На нашествии нет all-inclusive. И еда, которую вы привезли с собой, вроде бы как разрешена. Но список запрещенной, например, еды просто огромен. Поэтому непонятно, что вы сможете привезти с собой. Кушать вам придется покупать. Это, скорее всего, так. Ну и сколько же нужно денег? И скажем тут сразу, если вы приедете на поле, и у вас в кармане будет 1000 рублей, то, скорее всего, 4 дня вы просто не проживете на фестивале. Либо проживете за чей-то счет. Ну и сколько же нужно денег? Спросите вы, если этого не знаете. Ну, давайте посмотрим по конкретным примерам. Например, банка жигулевского пива, которая стоит в супермаркете где-то 35, ну, может быть, там 40 рублей. Вот это жигулевское, самое такое дешевое пиво. В последние годы стоило около 200 рублей. 200 рублей плюс. Имейте это в виду. Соответственно, можно представить себе цены на остальные продукты и товары. Шаурма, к примеру, около 300 рублей. Если вы набрали с собой бич-пакетов, которые, в принципе, разрешены, вроде бы как, вы подумайте, как вы будете их заваривать. Потому что воду проносить, как говорилось, нельзя. Кипятить ее, как бы, нельзя. Ни на территории палаточного городка, ни на территории парковки. Соответственно, вам горячая вода нужна. А сушеные макароны без горячей воды не очень питательно и не очень вкусно. Воду нужно купить. Причем воду купить нужно горячую, то есть нужен кипяток. Кипяток продается не всегда. Об этом я сразу говорю. И не везде. Причем этот кипяток может стоить там и стоить 200 и более рублей. В первые дни еще кипяток как-то продается, но уже после второго дня, там на третий день, кипяток практически не купить. И даже если вам продадут литр, то это будет не литр, а где-нибудь там 800 миллилитров, скорее всего. То это, говорю, что влетит вам в дополнительные расходы. Да, на территории фестиваля есть там полевая кухня, которая как бы считается эконом. Она есть, но что-то такое. Это там греча какая-то, там с непонятной тушенкой, там кусочек хлеба, там чаек, там что-то такое. Но тоже это стоит там порядка 200 рублей и дороже. А питаться хочется каждый день и не один раз в день. И есть одну гречу тоже не прикольно. Поэтому имейте это в виду и рассчитывайте свои расходы. Какие-то сувениры, если захочется увезти, это будет стоить денег, конечно. Причем денег, в принципе-то, немало. Любые услуги, все за деньги. И все это надо закладывать в бюджет расходов. Поэтому вот минимум, ну вот как бы я рекомендовал, это ну хотя бы планировать, если там вообще голодом сидеть и с собой ничего не провозить, но все-таки от тысячи в день. Тысяча в день это самый-самый мизер. По идее, даже на одно пиво обычно уходит у людей больше. И все это я говорю просто о каких-то житейских тратах на самый минимум, только вот на питание и самые простые там развлечения. Если все-таки захотите слетать на воздушном шаре, что очень интересно, то тут уже расходы будут, ну просто очень большие. И если пользоваться VIP-услугами, самыми такими дорогими услугами на фестивале, денег, соответственно, нужно много. Но я думаю, что данное видео может посмотреть только человек, который покупал какие-то, допустим, самые недорогие билеты, самые бюджетные и хочет уложиться в какую-то сумму. Поэтому, ребята, от тысячи в день на фестивале понадобится. Плюс какие-то деньги на незапланированные расходы. Ребят, обязательно нужно взять нашествие развлечения не из дешевых. Если остались какие-то вопросы по деньгам, то, ребят, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на меня в ВКонтакте, добавляйте меня в друзья, пишите в WhatsApp, ВКонтакте. На все вопросы я постараюсь ответить, если такие у кого-то будут. Ну а меня зовут Кузнецов Сергей. Канал Опыт Чудака. На моем канале также есть и другие видео по нашествию, по билетам, по рекомендованным вещам к проносам на фестиваль и к провозу. И вообще, я верю, что все будет хорошо. Ну, по крайней мере, когда-нибудь, друзья. Спасибо. 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 Спасибо.